И сегодняшнее видео будет специально для мужчин. Мужчины многие приходят на консультацию, говорят, Боже мой, я сделал ее жизнь великолепной, она ни в чем не нуждается. Она хочет быть маленькой, женственной, хрупкой, нежной, ласковой, беззащитной. 12 пунктов счастья вашей женщины. Она хочет, чтобы вы догадались. Самое главное для женщины стать самой собой. Вы будете оловить эту обратную связь. Нельзя поменять характер женщины. Это защита. Всем привет, друзья! И сегодняшнее видео будет специально для мужчин. Да, по многочисленным просьбам я снимаю это видео для вас, сильные мужчины. Пункт номер один в моем списке. Нельзя поменять характер женщины. Если вы ломаете характер своей женщины, имейте в виду, она уходит в депрессию, а дальше вас ждут женские болезни, мигрени, головные боли. Она будет отказываться от секса с вами. Она будет от вас отдаляться. И даже возможен вариант, что она уйдет к другому мужчине, либо будет с ним встречаться лишь для того, чтобы понять, что она нормальная, что такую ее кто-то еще может полюбить. И в конце концов она найдет того мужчины, который будет восхищаться ее характером, восхищаться ее внешностью, будет ее воспринимать такой, какая она есть, безо всяких стремлений ее переделать. Самое главное для женщины стать самой собой. И ваша задача поддерживать в ней ее же собственную уникальность. И когда она будет чувствовать, что именно с вами она является самой собой, она раскрывается, ей не нужно никого играть, не нужно быть похожей ни на какую другую женщину, именно с вами тогда она будет себя чувствовать счастливой. И как мы знаем, на счастье женщины, на счастье и на эмоциях ее мужчина развивается, вы будете оловить эту обратную связь, вы будете получать эту массу эмоций, волну ее удовольствия. И именно на этом счастливом состоянии вы будете строить свою карьеру, вы будете зарабатывать деньги. Для чего? Для того, чтобы снова и снова возвращать ей, для того, чтобы снова и снова радовать свою женщину. В этом же и заключается союз двух счастливых людей. Второй пункт из моего списка – это вам необходимо понять то, о чем она мечтает. Понять то, что она хочет. И порой ей самой, поверьте, это сделать крайне трудно. Она хочет, чтобы вы догадались. Да, это очень странно звучит. Мужчины многие приходят на консультацию, говорят, «Боже мой, я сделал ее жизнь великолепной, она ни в чем не нуждается, и все равно она чем-то недовольна». Она говорит, «Я хочу, чтобы ты догадался, о чем я мечтаю, что бы мне еще хотелось». Да, мужчины, тут вы должны проявить свое творчество и свою фантазию. Пожалуйста, спрашивайте у нее, чего бы ты еще хотела. Предлагайте, предугадывайте, предвосхищайте эти события. Ей порой даже бывает трудно сформулировать, что она хочет. Но она будет счастлива, если вы догадаетесь. Возможно, даже это не совпадет с ее желанием, но она скажет «Да», только потому, что вы попытались понять ее. Это самое главное. Не старайтесь понять, но пытайтесь предугадать. И это, конечно, вам будет только огромным плюсом. Пункт третий из моего списка – это защита. Да, все женщины хотят быть защищенными. Причем как физически, от каких-то домогательств, наездов и всего прочего, так эмоционально. Да, именно вы, ее мужчина, даете ей эмоциональную защиту. Она хочет быть маленькой, женственной, хрупкой, нежной, ласковой, беззащитной, когда у нее есть вот этот сильный мужчина, который ее защищает. И, как ни странно, она хочет, чтобы вы ее защищали даже от ее родителей. Ну, допустим, приехали родители и начинают ругать вашу жену, либо делать какие-то замечания, а вас не затруднит остановить их, сказать «Нет, нет, нет, я с вами не согласен, что вы, что вы, моя жена прекрасная хозяйка, и она со всем справляется. Ну, не стоит ей сделать замечания, я думаю, что вы тут не правы. Я считаю, что она гораздо лучше». И все, и этим самым вы решите массу проблем. Она не войдет в конфликт со своими родителями. Вы ее защитили, вы поднялись в ее глазах на все 100 пунктов. И родители, как взрослые люди, они, конечно, побоятся спорить с вами, ведь вы же ее муж, вы мужчина, вы ее защитник. И таким образом я считаю, что очень многие женщины, они испытывают недостаток в этой эмоциональной защите. И такого мужчину, как вы, они будут любить всю жизнь. Проверено лично. Пункт четвертый в моем списке – ваша ответственность. Любая женщина будет счастлива, если вы будете брать ответственность за всю жизнь. За ее жизнь, за жизнь детей, за жизнь вашей всей семьи. И за те моменты, которые решаете именно вы. Она хочет положиться на кого-то очень сильного и мудрого. Она считает, что ум – это самый ваш главный показатель. Иначе она бы не вышла за вас замуж, не выбрала вас в качестве мужчины. Поэтому вы так твердо и говорите. Я считаю, я решил, дорогая, я думаю, ты будешь со мной согласна, если мы проведем отпуск у моря в сентябре, либо в июле. В ноябре мы сделаем ремонт ванной, купим новую стиральную машину. А на Новый год, на праздники поедем в горы. Я думаю, тебе это понравится. Фух, она облегченно вздохнет. Вы и этот вопрос решили, и какие-то траты, и какие-то сбережения, и какую-то стратегию вы продемонстрировали, проговорили. Если вы уже приняли характер своей женщины, она с удовольствием согласится на ваши стратегические планы. Главное тут говорить убедительно. И даже если у нее будут сомнения, сказать, дорогая, не сомневайся, все будет хорошо, ты же мне веришь. Я же сильный мужчина, я же взял ответственное за все это. Значит, все так и будет. И она с удовольствием передаст вам эту ответственность. Пункт пятый из моего списка – это дайте ей возможность проявлять свою женственность. Как это сделать? Чем больше вы будете проявлять свою мужественность, свою силу, тем больше у нее будет возможности для того, чтобы проявлять свою слабость и свою женственность. Конечно же, ей очень хочется, чтобы вы предугадывали ее желание. Если она у вас что-то просит, с удовольствием делайте это. Многие женщины настолько демонстрируют свою слабость, как будто бы играют, но это они играют в женственность. Примите эту игру, открывайте эту банку варенья, если она якобы не может ее открыть. Вам это под силу. Восхищайтесь ее какими-то женскими нарядами, какими-то образами, тем, как она прекрасно выглядит. Все равно женщина, она любит ушами, ей приятно получать комплименты. Если вы не будете делать ей комплименты, то велика вероятность того, что другие мужчины сделают это за вас. Поэтому осыпайте ее комплиментами, восхищайтесь ее женскими качествами, восхищайтесь ее женским обликом, как бы она ни выглядела, всегда делайте ей комплименты. Она будет понимать, что она любима. И это самое главное в ваших отношениях. Итак, пятый пункт в моем списке – это принятие ее женственности. Постоянно восхищайтесь ей, делайте ей комплименты, говорите ей приятные слова, говорите, какая она женственная, какая она грациозная, какой у нее сексуальный эротичный голос, какой у нее прекрасный маникюр, как она сегодня выглядит шикарно. Все комплименты делайте ей, как будто первый раз вы ее видите. Каждый день одно и то же. Да, она должна знать, что она желанна, что она красива, что вы ее любите, что вы ей восхищаетесь. И чем больше женских качеств вы будете в ней раскрывать, тем более мужественным вы будете казаться для нее. Вы будете казаться ей настоящим мужчиной. Да что значит казаться? Вы таким и будете, потому что именно вы видите в ней ту женственность, к которой она так стремится. Женщине сложно ее раскрыть самой. Ей нужно постоянное одобрение, ваши знаки внимания, ваша любовь, ваше признание, особенно ее женских качеств. Я думаю, любому мужчине это под силу. Главное не забывать, каждый день нужно делать это. У вас это получится. Шестой пункт из моего списка это ее желание выговориться. Если вы пришли с работы, а она хочет вам что-то сказать, не перебивайте ее. Пускай она говорит. Это говорит лишь об одном, что она не высказала весь запас слов, которые она должна была передать кому-то, своим подругам, на работе, а где-то еще. Она теперь выдает вам. Пока вы ужинаете, вы спокойно все это слушаете. И не принимайте это близко к сердцу, но не как призыв к действию. Если она, допустим, говорит, ой, вот это моя подруга, Ленка, ну так уже она меня замучила своей болтовней. И вот она рассказывает, рассказывает, вот это она мне сказала, я на это ответила. Вот это состояние, это не значит, что вы пошли и прибили эту Ленку. Нет. Я понимаю, что мужчина, если услышал какую-то информацию, для него это призыв к действию, все это прекратить. Нет, она просто сказала, ей не нужно действия, ей тут не нужна ваша помощь, это просто. Она как будто пришла к психологу и выдала вам всю эту информацию, как на супервизии. Да, вам нужно будет и слушать свою женщину, потому что если вы не слушаете ее, кто-то другой будет это делать вместо вас. Почему вы думаете, что эти женщины изменяют? Лишь потому, что дома их никто не слушает. И есть женщины, которые даже готовы на близость с другим мужчиной, лишь ради того, чтобы ее просто послушали и не перебивали. Есть мужчины, которые отлично знают эту женскую часть психологии, эту женскую такую слабость, и они убалтывают их, женщины соглашаются на интим, и потом они долго-долго слушают. И именно поэтому эти женщины снова и снова попадаются на эту удочку и идут вот к таким мужчинам только на прослушивание. Поэтому имейте в виду, обязательно выслушивайте свою женщину. Это для нее архиважно. Так и важно. Или тогда уже не запрещайте ей, как вам кажется, болтать по телефону с другими женщинами. Она не просто болтает, она проговаривает. Проговаривает, и ее психика как бы очищается. Смотрите, если она не проговорилась с подругами, значит она выльет все это на вас. Поэтому как только тема ну совсем уже вам неинтересна, вы можете сказать, слушай, обсуди завтра, наверное, вот с Галиной. Я думаю, она тебе сдаст хороший совет. Вот это прям ее тема. Расскажи ей, что она скажет. А ты звонила Галине, а что она сказала по этому вопросу? А, поддержала тебя. Ну я так и знал. Умничка, молодец. Муа-муа. Итак, седьмой пункт из моего списка это новизна. Для мужчины, если его все устраивает, он новизну, ну редко ищет. От добра добра не ищет. Для женщины новизна, она очень важна. Ей, как ни странно, хочется передвигать туда-сюда мебель. И она вот в каком-то порыве иногда хочет даже сделать это сама. Она не может дождаться вас, когда вы приедете с работы и поможете передвинуть ей этот комод. Когда вы приезжаете, вы спрашиваете, зачем ты двигала сама? Я не понимаю, почему ты не могла меня дождаться? Не могла. Поверьте, она не могла. Вот ее настолько это желание бывает захватывает, что она не отдает себе отчет, для чего она делает. Вот она передвинула комод. Фух, поверьте, ей стало так легче. То есть намного легче. Бывает так, бывает так, что мужчина полюбил какое-то место для отдыха. И вот они ездят туда с женой постоянно. Но ей это так скучно. Там для нее ничего не происходит. Ничего нового. Вроде бы все прекрасно, все замечательно. Он спрашивает, дорогая, что ты такая грустная? Мы же приехали, мы уже знаем это место. Здесь такой отличный пляж, здесь так хорошо кормят. Развлечения. Она говорит, я тут уже была тысячу раз. Я хочу в новое место. Вот поймите, для нее это жизненно необходимо. Исследуйте эти новые места сами. Выбирайте. Либо дайте ей выбирать. Я благодарна своему мужу, потому что он дает эту возможность мне. И когда я выбираю, мы едем туда, куда я хочу, мы проводим замечательные каникулы. Но если бы выбрал он, я бы с удовольствием сказала, да, я согласна, поехали. То есть для женщины вот эта смена декораций, она нужна. И что касается интимной в вашей жизни, поверьте, если вы лежали, вы слева, а она справа, вы поменялись местами, теперь вы справа, она слева, для нее это тоже взрыв, для нее это тоже что-то поменялось, что-то необычное. И тут уже бесстрастной ночи не обойтись. Восьмой пункт в моем списке. Если женщина кричит на вас днем, это значит, что она недостаточно кричит с вами ночью. Сделайте так, чтобы она стонала, кричала и даже смеялась и плакала ночью, для того, чтобы она не выносила криком вам мозг днем. Но вы поняли, о чем я говорю. Итак, девятый пункт. восхищение, подарки, комплименты. Пусть даже самые маленькие. Некоторые мужчины ошибаются, думают, что женщина ждет подарок какой-то такой сверхъестественный. Если он должен ей подарить букет, то это, конечно же, шикарный букет роз. Нет. Если вы хотите ее обрадовать, маленький букетик каких-то фиалочек, ландыши, пускай это будет одна шикарно оформленная роза. Ей это будет очень приятно. Не размер имеет значение в данном случае, хотя это тоже иногда очень хочется ощутить себя вот с таким большим букетищем. А именно ваше внимание ей важно. Конечно, сейчас многие девушки даже транслируют это в инстаграме, как им дарят и какие дарят им букеты. Но имейте в виду, что кроме букетов вот этих больших существуют еще маленькие букеты. Существуют еще какие-то маленькие такие подарочки, которым она будет очень-очень рада. И она очень любит, любая женщина любит внезапные подарки. Допустим, если вы купили два билета в театр, либо два билета на концерт, вы можете сказать любимая, я купил два билета. У тебя есть целая неделя, чтобы подготовиться. Чтобы ты не забыла, я их прикрепил на холодильнике на видном месте. Итак, в четверг в шесть часов у нас с тобой премьера. Скажите, у нее есть возможность отказать вам? Нет, уже нет возможности отказать, потому что билеты куплены, и она прекрасно понимает, что она приглашена вами. А если она откажется, вы можете же пригласить кого-то другого. Чтобы этого не допустить, она идет, она готовится, и она будет шикарна. Это, конечно же, шутка. Я знаю, что вы купили билеты, чтобы пойти с ней вдвоем, но это именно мужской поступок. Можик сказал, мужик сделал. Купил билеты, нужно идти. И именно это очень нравится женщинам. Пункт десятый в моем списке это разница в мышлении мужчины и женщины, или как работает психика женщины. Конечно, мужчинам бывает очень сложно понять, как женщина может делать тысячу дел одновременно, сто дел одновременно, два, три дел одновременно. Я скажу вам по себе это очень легко. Я иногда ловлю себя на том, что я стараюсь даже я знаю одну девушку, которая прекрасно справляется, она смотрит видео на русском и на английском одновременно. Она говорит, да-да-да, я вот тут что-то послушала здесь, у меня общая картинка сложилась и это классно, это замечательно, потому что у меня нет времени, нет времени все это смотреть, у меня все расписано по минутам, а мне нужно успеть. Я за собой тоже замечала, что я спокойно могу слушать какую-то передачу, разговаривать со своей подругой, что-то еще готовить, это нормально. Для мужчины это очень сложно. Я назвала это принципом коробочек. Чтобы было понятнее, я объясню вам, любая женщина одновременно может находиться в нескольких своих и в чужих коробочках. Вот представьте, что у нее как бы в голове, да, либо в ее состоянии, там, где она мыслит, где это, непонятно. Есть коробочка я сама, моя мама, коробочка мои дети, коробочка мой муж, коробочка работы моего мужа, коробочка моих страхов, коробочка моей сестры и так далее. И все эти коробочки у нее работают одновременно, она бывает внутри каждой и вот это все заплетено. Мало того, она бывает одновременно в коробочках своих родных и близких, она может знать, что происходит сейчас в коробочке ее брата, ее мужа, ее мамы, даже в коробочку у других незнакомых людей она тоже заглядывает. И для нее это, знаете, как постоянное такое напряжение. И с этого напряжения ее выводит, кстати, ее мужчина, который ее любит и понимает. Что касается мужчин, у него все раздельные коробочки и он бывает в этих коробочках как бы каждый раз в одной из них. Вот сейчас, допустим, он работает и его внимание сосредоточено на коробочке ум. Его внимание сосредоточено на коробочке работа. Вышел с работы, сосредоточился на коробочке отдых, я иду гуляю. Потом сосредоточился, ура, я встретился со своей женой, у меня с ней приятное время препровождения. Следующий раз я читаю газету, следующая коробочка снова работа, спорт. Но у мужчины постоянно стремится в коробочку пустота там, где он отдыхает. Имейте ввиду, у женщины этой коробочки нет, ее просто нет, она отсутствует. В эту коробочку вы можете ее погрузить. Когда вы пришли и сказали, ой, все это тщетно, все это решаемо, я это помогу, я это сделаю, любимая, расслабься. Все эти коробочки стираются. Когда вы приходите, нежно обнимаете ее, целуете, говорите нежные красивые слова, говорите ей о своей любви, и она чувствует себя любимой и защищенной. Особенно, когда она уже выговорилась, вот тогда у нее наступает психическое расслабление. И именно вы можете ей создать эту счастливую минутку между тем, как она уже будет снова забегать в чужие либо в свои коробочки, чтобы поковыряться в них, чтобы там что-то подвигать, подумать, поделать и прочувствовать. Одиннадцатый пункт из нашего списка это то, что женщина чувствует и живет сердцем. Иногда предчувствие женщины настолько сильное, и она не знает, откуда она это знает, она так чувствует. Вам нужно доверять, научиться использовать эти ее чувства, доверять ее как бы предчувствиям. Ну, допустим, она сказала, слушай, любимый, я вот чувствую, вот эта вот пара, вообще не нужно с ними бизнес строить, я вот чувствую, что-то нехорошее от них идет, им нужно прислушиваться. Вроде бы вы умом понимаете никакой опасности, нет, но она что-то чувствует. Уверяю вас, она будет права, она просто живет чувствами, если она истинная женщина, она открывает чувства, и ей не нужно чего-то такого, какой-то информации, она просто прочувствовала этих людей, предупредила вас, и вам стоит от работы с ними отказаться. это не всегда бывает просто принять, в этом нет никакой логики, в этом нет никакой аналитики, скажете вы, мужчины, но в этом есть что-то, что вам не подвластно. То есть вот эти чувства и эмоции у женщины настолько сильно развиты, ее интуиция сильна, поэтому стоит ей доверять в каких-то вопросах. я думаю, что вы впоследствии будете ей за это благодарны, за ту иррациональную часть, которую она транслирует в вашей паре. И в заключении 12 пункт в моем долгом списке это если при общении с вами ваша женщина смеется как дура, это значит она с вами счастлива. Сделайте так, чтобы ваша женщина смеялась, хохотала, расслаблялась, чтобы она могла себе многое позволить. Реализация как личности, как профессионал, как женщина, как жена, как мама. Если вы все это ей организовали, то есть позволили проявить себя и при этом ей весело, это значит именно вы сделали ее счастливой. Смеется как дура, счастлива в отношениях с вами. подписывайтесь на мой канал, здесь будет очень много интересного. Под этим видео появится ссылка, в которой вы сможете узнать, как можно записаться ко мне на консультацию. Если вы хотите узнать, как же вести себя с критикующими родителями, видео на эту тему вы можете посмотреть здесь. Ну, а с вами была я, ваш психолог Эльвира Емельянчикова, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Будьте счастливы в отношениях, вам это под силу. Сильные мужчины, сделайте так, чтобы ваши слабые женщины были счастливы. До новых